когда путин решит привиться тогда и сообщит ну так сказал песков на интервью мне почему-то кажется что это будет 2024 год а что привился еще шесть лет можно корона не бояться но перед этим пусть ее 100 миллионов человек испытает а потом уже и царю отсыпят проверенного зелья варева волшебного поговорю от песков попробовал так у того усы отвалились он их обратно на момент еле-еле приклеил а когда соловьев испробовал так тот вообще врать перестал пришлось обратно зелье выкачивать а то как в эфир это выходить с правдой мир это вранье я тебе даю я тебе даю 10 секунд владимир же от имени своей охрана придите сюда я не хочу марать руки так что непроверенная еще вакцина а за такую цену она должна не только от хвари спасать но и три желания исполнять то получается ты из космические деньги покупаешь а тебе еще и дурно может стать лихо они этот бут на рынок выкатили господа всем привет вы на канале свежак и с вами как всегда чернокнижный максимально субъективный обзор круговорота вселенского пиздеца обзор новостей недели в начале нашего новостного выпуска хочу поблагодарить за поддержку канала подписку и ваши лайки понеслась пока навальный где-то там на алтае рассекает на пони периодически подкармливая мулов с руки стальной хабаровск показывает свою мощь настоящего русского характера и четко стоит на своем меняется погода за окном но лозунги хабаровчан остаются прежними кстати с момента принятия поправок прошло четыре месяца и казалось бы все должны побежать беречь лес природу суверенитет животных но это не точно а как раз в алтае недавно задержали руководителя экологического фонда вы только задумайтесь руководителя экологического фонда во время охоты в нацпарке на горных баранов которые занесены в красную книгу они чё там голосовали против поправок что ли я про баранов сейчас тем временем в белоруссии батька на всю использует финансовую помощь своего корешка с соседнего государства и его слабовики начали светошумовыми гранатами закидывать бабушек и просто народ который требует честных выборов зачем казалось бы использовать силу если можно осуществить перевыбора но нет у тихушника своя правда а то что она не очень сходится с мнением граждан усатому наплевать мало того представитель мид белоруссии обратился к польше и просит выдать им двух основателей телеграм-канала нехта степана путилу и романа протасевича в сообщении говорится что польша должна выдать их кратчайшие сроки а сейчас читану с учетом особой общественной опасности из преступной деятельности не вот интересно это письмо стряпал не тот чувак который при исполнении стекло в минскому кафе разбил ну просто так потому что бабушки сидящие внутри дверь не открыли потому что блять они не слышали что он стучится он там своей дубинкой тарабанил вот и не открыли такая они их сразу ломать зачем а чтобы придать особой сочности данному сообщению она наверное было написано самим батькой он смазал дуло калаша с которым бегал возле своей резиденции крови боевого единорога и на конце стоит жирная точка и надпись i'll be back я вернусь ох уж эти поехавшие диктаторы хоть бы историю что ли читали о своих предках и как они все заканчивают ну а если говорить серьезно то вот они настоящие демократы правдоруба дитюре входит с охраной лукашенко с автоматом путин в бункере песков с усами хотя песков всегда был с усами ну ладно при пескова не буду а то опять меня иностранным агентом будете называть за предвзятое отношение к усам пескова междоусобицы двух американских пенсионеров закончилась победой байдена но оно и понятно почему магнат торговых центров проиграл мы-то с вами знаем кому служит последний про вселенский папа про вселенский фака пиарщиков трампа все наслышаны и после такого полива трамп еще надеялся выиграть странный дед хотя байдену вообще 77 трампу 74 наш старец ты из темной башни вообще молочек по сравнению с ними заголовок то ли в рыбка то ли хер знает где-то короче точно был такой заголовок всего 68 на фоне уже 77 звучит действительно достойно к 77 прибавить еще четыре года если конечно байден не загнется от недостатка кислорода или чего еще хуже алкоголизма и получается 81 тут невозможно не вспомнить деда из граммах блин байден сможет свои 77 медведи скакать как наш володя не ну а реально напишите свое мнение в комментариях что не хватило трампа для победы и вы реально считаете что в 68 и в 77 можно норм управлять и кукуха варит так же как и в 30 в 40 лет ладно не буду про это а то опять меня по моими закидайте с криками ты только про володю и про трампа новости читаешь купленная мэрии кемерово новогодняя есть за 18 миллионов рублей по характеристикам полностью соответствует требованиям прописанным в тендере распиздяя утверждают что но есть и хорошие новости читаю статейку из рбк гибдд получит новые приборы для быстрого явления алкоголя и наркотиков россии дорожные инспекторы вскоре получат новые приборы которые смогут за секунду определять употреблял ли водитель наркотики или алкоголь перед тем как сесть за руль ну что можно сказать про эту новость главное чтобы разработчиками этих приборов не оказались те чуваки которые разработали приложение которое следит за соблюдением режима самоизоляции представляете просыпаетесь с утра а к вам дрон подлетает включает сиренную орет на весь дом пьяная скотина никуда не поедешь и начинает шокером бить сплошная футурама ну а если без шуток то когда смотришь на статистику аварии с участием пьяных водителей то можно реально ужаснуться алкаши за рулем вы если свою жизнь не бережете то задумайтесь о других людях которые не виноваты в вашем враждебном дебилизме не садитесь пьяными за руль никогда документы выхватывайте выхватывайте счет лицик снимать ты ладно да прибудет с вами сила водителя маршрутного такси будьте добрее и не кашляйте а